Ну что ж, стало известно, что 400 солдат из Пригожинского ЧВК Вагнера вылетели в Венесуэлу. Ну и понятное дело, что официально государство Россия к этому никакого отношения не имеет. Мое личное мнение, что давным-давно разговоры о том, что некий всесильный господин Пригожин делает что хочет, имея вооруженные отряды, он же создает троллей, он же вмешивается во внутренние дела других стран Сирии, Украины. Давным-давно пора оставить, потому что очевидно становится, что нет никаких ЧВК Вагнеров и нет никаких злодеев Пригожинах. На самом деле именно российское государство, то есть российские специальные службы, ГРУ, Минобороны, ФСБ и прочие проводят операции за пределами своей страны, прикрываясь частными военными компаниями. По сути, бандитское государство России, а это уже, в общем-то, давным-давно не государство, как мы знаем, власть узурпирована в руках организованной преступной группы, другими словами, мафиозного клана, делает видимость того, что существует российское государство, и под прикрытием различных непонятных фамилий, непонятных людей вмешивается именно государство в дела других государств. И вроде бы мы тут в очередной раз ни при чем, очередная частная военная компания. Что же происходит на самом деле? Господин Путин решил стать осенизатором и собирает все политическое, простите, говно по всему миру и свозит в Россию. Мало того, что страну превратили не просто в реальную помойку, но и в политическую помойку. Все говорят, что да, видимо, господина Мадуро вывезут и посадят рядом с господином Януковичем, чтобы им было чем заняться. Я же на самом деле думаю, что вмешательства России в дела Венесуэлы будут ощутимее, чем нам кажется. Потому что расклад очень простой. Давайте посмотрим на этот интересный график. Венесуэла, как ни странно, все еще стоит на первом месте в мире по нефтяным запасам. Малюсенькая страна имеет приблизительно в 4 раза больше нефти, чем та же Россия. Дело в том, что сначала Чавес, а теперь Мадуро начали непонятные торговые войны США, как и пропаганду против этой страны. Ну и в результате то, что мы видим пустые полки, голодные люди, отсутствие элементарных вещей. Люди, доведенные до отчаяния, пытаются сменить руководство страны, надеясь, что страна снова вернется в международное сообщество, перестанет быть изгоем. Ну а Россия, что же она? Она, конечно, заинтересована в том, чтобы Венесуэла, имеющая самый большой запас нефти, по-прежнему добывала нефти совсем немного и немного выбрасывала ее на нефтяной рынок. Потому что если в этой стране придут настоящие крепкие капиталисты с поддержкой Запада и Соединенных Штатов, то добыча нефти в Венесуэле, конечно же, увеличится, соответственно, и роль российской нефти на рынке станет меньше. Поэтому я предполагаю, что Владимир Путин со своей шайкой будут стараться изо всех сил оставить Мадуро на посту и сделать так, чтобы дела в Венесуэле законсервировались еще на какое-то время. Удастся ему это или нет, но я думаю, что участие России в венесуэльском конфликте еще только начинается.